Привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Алина Лайден. Мы сейчас с Дим Коом и своим музеем едем в кино на Аватара на 4D. Ну что, мы уже внутри, тут декорации. Я не смотрела первую часть. Напишите, смотрели ли вы и пойдете, либо сходили ли вы уже на вторую часть. 4D или 3D? Напишите, мне тоже очень интересно. Вот сколько людей. Декорации все так мигают синим светом. Стоим уже возле нашего зала. Димпунг читает свой фэнтези там. И через 10 минут нас уже запустят. Хочу вам показать 4D. Здесь написано, да? Motion, light, sand, wind and water. Короче, все у нас будет. Все спецэффекты, какие надо. Мы вообще очень редко ходим в кино на 4D. Мы ходили последний раз на Frozen. Это было в 2019 году. Зал, кстати, вообще небольшой. Такой уютный. Наши очочки. Здесь еще можно выбрать, хотите ли вы, чтобы у вас была вода вам в лицо или нет. Ну что, мы закончили просмотр, выдержали. Больше трех часов длился фильм. Мой мочевой пузырь держался. Я не вышла. Терпела. Мне кажется, затянуты эти военные действия. Особенно последняя сцена. Она прям очень затянута. Я уже думала, когда вы там закончите. Ну, финал немножко не такой, как я ожидала. Но, в принципе, мне все понравилось. Но если бы не было военных действий... Я понимаю, что в фильмах должна быть вот эта вот культ-завязка, кульминация, чтобы держать себя в напряжении. Но мне очень нравится наслаждаться подводным миром, смотреть, как они там в лесу жили. Вот всю эту красоту содержать и наслаждаться, да. Без вот этого вот кровопролития было бы вообще идеально. И 4D-экт формат. Постоянно наши кресла вот так вот шатались. И когда были какие-то битвы и там были копья, постоянно в спину вот так вот кресло, вот был толчок. И я просто вот так выгибала спину, потому что я боялась, что у меня опять по креслу, ну, спецэффекты эти будут. Ну, конечно, вода в лицо, брызг, и очень много ветра. Но ты постоянно вот так вот считаешься в этом кресле. Очень прикольно. Вначале у меня даже голова немножко кружилась. Но потом привыкаешь и просто 3 часа вот так вот. Очень классно, спецэффекты супер, все супер. Однозначно стоит сходить и насладиться этим удивительным подводным миром. Диамфонг заказала тут говядина с лапшой, яйцо, такой сет. Здесь должен быть суп с булочкой. И я ему налила 7-Up. Вот такой сет. Я не заказала, потому что я не люблю, чтобы у меня яйцо было на еде. Наконец-то моя пицца готова. Представляете, у них нет ножей. Я не люблю руками есть, тем более в общественном месте. Так что я у Диамфонга отжала нож. Он уже докушал, свой стейк порезал, так что буду резать пиццу. Взяла у них только вилку. Ну, таймфонг с руками едят, просто я не хочу. Но у меня руки даже после дезинфектора не настолько чистые, чтобы руками есть еду. Здесь копченая курочка, мексиканская пицца и халапеньо. Вот она обалденно пахнет. Как-то здесь везде азиатская еда, только немножко там европейская, где я вот это и приобрела. А азиатская еда, которая здесь представлена, что-то мне вообще не понравилось. Все, мы выходим из торгового центра. Здесь лягушечки. Я пиццу не доела, с собой забрала. Там три кусочка. Она какая-то слишком большая для меня. Let's go. Все, спускаемся. Потом мы зашли в Бершку, и я вам сделала краткий обзор, что интересного там есть. А себе я купила два ремня на скидках. И я купила два ремня на скидках. торговый центр украшен китайскому новому году фонарями все тут красиво в центре города все мы идем к скутеру кстати метро вот вход в него я вам хочу сказать обязательно подписывайтесь на меня в телеграме ссылку оставлю под видео потому что я сейчас начала активно вести телеграм вот поэтому там тоже будет много всего интересного и как всегда в инстаграм тоже подписывайтесь телеграме буду немножко дублировать что-то из инстаграма если вы там не следите за мной ну и так же будет много уникального консента конечно же мы припарковались возле тайского ресторанчика смотрите какой прикольный я хайпую от ночной съемки на 14 pro max iphone как все четко и классно сегодня уже другой день ребята я сижу в старбаксе сейчас отмечаю сколько ролика нарисовали отмечаю начало зимних праздников каникул завтра китайский новый год будет но мы празднуем через несколько дней семьей как так решили а не поздно когда уже все хорошие рестораны естественно забронировали поэтому завтра никуда не идем найдем на неделе у нас неделя выходных а потом у меня зимние каникулы в школе в общем в любом случае я буду отдыхать и смотрите какая прелесть у меня день рождения в январе мне полагается тортик от старбакса бесплатно я выбрала черный лес но это просто невозможно как мило зайка с морковкой моя любимая матча без сахара сейчас абсолютно все в тематике зайками продается прошлом влоге я вам уже показывала тематические кружки так что не будем на этом останавливаться вот посмотрите прошлый влог я сегодня снимала рил для инстаграма в старбаксе да освещение сейчас не очень потому что вечер но я просто выбрала время когда нормальный людей не слишком много потому что когда тут все полно все это точные места заняты просто невозможно будет все снять все показать как она есть а так в принципе с новым айфоном качество должно быть нормально сейчас уже другой день ребятки я в ватсонс но спешу кстати смотрите помадки смотрела потому что нужно мусор выбрасывать вовремя нельзя пропустить мусоровозку покупки все я вам покажу уже дома тоже сейчас заезжала в старбакс сидела монтировала свой влог еще одна лестница тут видишь говорят осторожнее на лестнице я пробовала новый напиток старбаксе там кофе вместе с лимонадом кофе лимон ощущается грейпфрут чуть-чуть сладенько и кисленько очень классно мне так понравилось все буду впредь брать так и выбросила я мусор а здесь идет машина на переработку можно некоторые вещи издать видите белая прямо следом едет пластик всякий вот две машины только одна приезжать я не знаю какие дни еще вторая они по-разному в общем не очень понимаю их расписание но есть приложение в которых можно посмотреть какое время мусоровозка останавливается в каком месте то есть там прям поминутно на самом деле она может на плюс две-три минуты опоздать или раньше приехать потому что нужно просто пораньше приходить что я так мне бывало что я не успевала я приехала на рынок здесь сахарный тростник вот уже последние остались видно много людей покупает я в шоке просто первый раз приезжаю когда так много скутеров что я даже не смогла бы тут припарковаться вот устал пойдемте на рынок я хочу купить утку если будет потому что сейчас 5 часов если не раскупили здесь очень свежая красивая люди прям на скутерах заезжают внутрь но это очень неудобно потому что она вот перегородили поток людей большой на празднике слава богу перекрытие что ненавижу когда тут идешь и так собака и так мало места сумки тут еще скутеры ездят я перепутала я думала что новый год сегодня сейчас пятница потому что вчера был последний день на работе но оказывается просто каникулы и выходные начинаются а новый год сейчас пятница новый год только воскресенье будет просто пораньше люди отдыхают наслаждаются временем с семьей ребята я вся употелась просто ходила там кругами по рядам а сняла короче для рилс материала ждите шорс короче все будет так я дома поставила готовится рисок из еды я купила утку это 280 еванских долларов курица 130 и салаты каждый по 50 еванских долларов черный древесный гриб морская капуста и корень лотоса я очень люблю именно такие карманы конечно потрясающее изобретение человека не знаю как мне сидеть чтобы было без кармана походу никак я была ваттон не только сегодня но и вчера поэтому покажу вам все вместе взяла гели для душа появились новыми запахами это цветочки и персик и также розы с медопиалками это один плюс один по акции ваттон вообще дешевый гель для душа и они всегда потрясающе пахнут вот мой фаворит с юзу но решила сейчас поэкспериментировать взять другие я очень чувствительным запахом мне важно чтобы все вкусно пахло и мне как мне нравится возможно на видео будет чуток слышен звук рисоварки но ничего не поделать потому что я очень сильно хочу кушать далее я также взяла шампуни я уже взяла магазине поя вчера вот такие японские шампуни очень красиво выглядят упаковочки класс я беру всегда без сульфатные шампуни сегмент подороже чем масс марки потому что за волосами нужно следить у меня волосы они очень быстро приходят в негодное состояние вот мне уже нужно кератин скоро будет делать вообще сегодня вот что с моими волосами я вам сейчас подробно расскажу это мой фейл случился фейл в общем у меня закончился шампунь вот такой батист я пользуюсь сухими шампунями часто сейчас уже начала я полюбила их я взяла новый попробовать но как оказалось это уже не сухой шампунь вот это а это сухой шампунь плюс лак для волос да тут написано что он как бы для объема окей и они все как бы вместе стоят да то есть среди других таких шампуней и у меня очень не возникло никакого подозрения что это что-то другое другое средство да я попробовала им пользоваться он склеивает волосы видите как сосульки он их склеивает придает объем то есть они как пушатся я люблю волосы чтобы они были гладкие волосы как волосы и сложно расчесывать потому что они склеены второй день то есть я мыла голову не вчера а позавчера второй день но я пользовалась вот этим вот таким шампунем плюс лаком мне не нравится абсолютный эффект второй раз я такое средство не куплю поэтому я сегодня повторно заехала и купила вот такой вот сухой шампунь шампунь без эффекта лака далее взяла помаду которая сейчас на мне розовый красивый оттенок но оказалось что помада выглядит вот так и дополнительно нужно покупать тюбик который я купила сегодня докупила вот так выглядит тюбик от помады защелкивается и готово помада от канеба японский бренд японский масс-маркет зачастую очень качественный что косметика что уходовое средство я обожаю то было розовое сегодня докупила еще одну помадку более оранжевую тоже от канеба я пытаюсь ее открыть без ножниц лень вставать красиво моей внешности подойдет у меня закончились пару блесков вот на замену также я купила линзы от аку вью зеленые 1 метки с диоптерами на мои глаза я вот обожаю вот такие линзы обычно я ношу очки но иногда когда хочется взять мейк чтобы мейк был виден под очками он не так виден это увеличивающие именно глаза линзы такие для кукольного взгляда на одном ногте у меня начал немножко отходить гель-лак от ногтя поэтому я взяла прозрачный лак попробую это все закрепить чтобы он не разрушался также я взяла от бренда kick me я обожаю их туши кстати пользуюсь коричневой тушей это карандаш для глаз в цвете изл браун светло-коричневый очень тонкий мне не нравятся подводки мне нравится четко черченный контур линия мне нравится немножко вот именно эффект от карандаша и он такой тонкий классный буду пробовать так как у меня коричневая тушь и светло-коричневый карандаш должно быть красиво буду пробовать я очень давно не подводила глаза просто миллиард лет это как-то больше период старшей школы универа когда было очень модно лайнером подводкой делать стрелки впоследствии такая мода прошла но немножко иногда хочется добавить изюминку в макияж последняя покупка ibex pencil карандаш чтобы подводить мешочки под глазами которых у меня нет потому что я не азиатка но хочу попробовать раньше у меня была такая жидкая подводка блестящая чтобы это делать раньше было модно когда только все интересовались кей-попом азиатскими макияжами вот универские годы вот тогда я так красилась а уже просто тысячу лет и такое не делала тоже хочется привнести изюма в макияж видите вот сейчас я не накрашенная просто губы наваливала потому что носишь маску не хочется чтобы макияж оставался на маске я просто тщательно слежу за своей кожей и она у меня исполняется 30 лет скоро посмотрите на мою кожу ни морщинки ничего прекрасная кожа я считаю поэтому можно в обычной жизни спокойно ходить без макияжа девушка не должна краситься каждый день все должно быть по настроению когда хочется изменить свой лук окей но не тратить каждый день время на мэйк думать что подумают люди если я без макияжа абсолютно пофиг если вы не краситесь часто поверьте мне ваша кожа станет лучше она будет дышать без тона без базы и состояние кожи очень сильно лучше то есть вы перестанете каждый день каждый день делать макияж это проверено на моем личном опыте вот а когда есть настроение почему бы нет привет ребята сейчас уже другой день и мы с тем полком собрались к нашим друзьям на новоселье я в своей новой кофточке из zara купила на скидке очень рада в тайване при женитьбе принято что молодая пара берет дом в кредит но если родители не дарят жилье или как мы пара не живет с родителями дома в тайване в 3-4 этажа если дом выходит на главную улицу то помещение люди сдают бизнесом и зарабатывают денежку мы тоже сдаем за 25 тысяч новых тайваньских долларов это где-то 57 тысяч рублей комнату у нас на первом этаже в доме и эта сумма наполовину покрывает ежемесячную сумму ипотеки за наш дом все парни здесь одноклассники димфонга и также присутствуют их девушки жены 7 по 32 33 года всего одной пары здесь есть дети два ребенка и сегодняшняя хозяйка банкета вечеринки на шестом месяце она ждет дочь в тайване по меркам россии поздно женятся и рожают детей тут это дорого и люди не живут по принципу бог дал зайку даст лужайку люди в тайване знают свои финансовые возможности от этого отталкиваться считается что дома ребенку нужна конечно же своя комната дали оплаты в университете детям покупают машины и помогают с оплатой ипотеки на жилье то есть полнейшая ответственность на такие вечеринки по случаю покупки дома ремонта новоселье принято вот так приглашать друзей и дарить красный конверт мы подарили паре 2000 тайванских долларов в конверте столько же сколько они дарили нам когда мы сделали перестройку дома и ремонт ребеночек потрясный малышу 5 месяцев он хватается за все маленькими ручками плотно сжимает когда родители в поле зрения он готов сидеть у незнакомцев на ручках кстати я ему дарила бодики из jap мы кушали на первом этаже в тайване часто планировка такая что заходишь и сразу гостиная совмещенная с кухней у друзей трехэтажный дом на первом этаже гостиная кухня и туалет очень прикольно открывается холодильник фирма как у нас hitachi лестница обвивает весь дом на втором этаже спальня ванная и детская мебель они заказали всю сочетающиеся между собой в спальне это вся мебель стоит 75 тысяч новых тайванских долларов где-то сто семьдесят пять тысяч рублей у нас дома в спальне один только шкаф на заказ стоит столько же сколько вся их мебель здесь мне понравился простор ванны сюда можно было даже поставить джакузи они собираются въехать в этот дом до рождения дочери пока что живут с родителями мужа все мы знаем сколько стоит обставить весь дом чтобы он стал пригодным для жизни сам дом они купили за 8 миллионов новых тайваньских долларов дом был старый так что тут везде они сделали ремонт плюс мебель которая уже здесь есть это еще 3 миллиона новых тайваньских долларов все вместе на рубли 11 миллионов ntd это 25 миллионов рублей либо 365 тысяч долларов этот дом находится на окраине нашего города гаосюна на третьем этаже тоже две комнаты и ванная тоже она достаточно просторная но в этот раз уже в серых тонах в тайване принято чтобы на каждом этаже была ванна одна часть дома выходит в стену но зато есть балконы у тайваньцев на балконах располагаются стиральные машинки надеюсь вам было интересно у меня на канале вы также найдете туры по другим домам в тайване там совершенно другая планировка и ремонт оставляю ссылки под видео не забудьте поставить этому видео лайк подписаться на канал и до скорых встреч всех люблю пока